Здравствуйте! Меня зовут доцент доктор Халит Эстекин. Я являюсь заведующим кафедрой компьютерной инженерии. Наша кафедра – это инженерная дисциплина, которая наряду с базовыми знаниями по аппаратам обеспечений, охватывает также знания об алгоритмическом и программном обеспечении. Наше отличие от других университетов состоит в том, что мы идем к структурированию следующим образом. В особенности из-за того, что мы только открылись и с развитием технологии искусственного интеллекта, мы пытаемся создать структуру, в которой и наши кафедры, и преподавательский состав могут обрести компетентность особенно в отношении технологии искусственного интеллекта. И в этом контексте мы планируем обучать наших студентов как компетентных студентов в области технологии искусственного интеллекта. Как правило, компьютерную инженерию можно разделить на две категории – программное обеспечение и аппаратное обеспечение. Конечно, основа этой дисциплины состоит из ряда уроков, на которых после предоставления информации об аппаратном обеспечении создается оригинальное программное обеспечение на спроектированных аппаратных средствах. На этом этапе, поскольку мы хотим, чтобы наша кафедра стала компетентной, особенно в области искусственного интеллекта, мы обновили содержание наших курсов в целом, в направлении использования технологии искусственного интеллекта. На данный момент есть несколько важных лабораторий, наличие которых в нашем университете требует от нас Совет Высшего Образования – ЙОК, чтобы мы могли начать обучение. На данный момент имеются физическая лаборатория, компьютерная лаборатория, общего назначения и базовая лаборатория, в которой разрабатываются логистические теории и цифровой дизайн. Наши студенты обладают моделью обучения 7 плюс 1, уникальной для нашего университета. Когда студент переходит на четвертый курс, он проходит стажировку первого семестра в любом частном или государственном учреждении. Во втором семестре, пройдя стажировку в определенном рабочем месте, он завершает свое обучение на кафедре. Благодаря соглашениям, которые наш университет заключил с различными международными организациями и университетами, наши студенты могут легко поступать в эти университеты в рамках программы обмена, таких как Erasmus. Наши студенты могут легко найти работу практически во всех сферах деятельности отрасли информатики. Конечно, я считаю, что наши студенты очень легко найдут работу, особенно в области технологии искусственного интеллекта, поскольку мы сформировали содержание нашей программы, структуру кафедры и преподавательского состава в соответствии с разработками в области технологии искусственного интеллекта, которая является одной из основных целей нашей кафедры. Благодаря текущему потенциалу города Сакарье, в университетском кампусе наши студенты могут легко удовлетворить все свои социальные потребности. Их ждет среда, в которой они могут найти большую поддержку в плане библиотек и лабораторий. Конечно, они могут столкнуться с небольшими трудностями, но я уверен, что они тоже со временем будут решены. В Турции компьютерная инженерия и разработка программного обеспечения являются двумя очень запутанными понятиями. Поэтому я советую нашим студентам поступать на и следующее. Компьютерная инженерия проектирует аппаратное обеспечение и создает на нем оригинальное архитектурное и программное обеспечение. Поскольку программная инженерия – это среда, в которой реализуются только существующие программные приложения, компьютерная инженерия может рассматриваться как сфера, в которой задействовано аппаратное обеспечение и на нем создается программное обеспечение. Мы с нетерпением ждем встречи с вами, если в нынешнем глобализированном, превратившемся в глобальную деревню в мире, Вы хотите учиться на кафедре, где разрабатывается оригинальное аппаратное и программное обеспечение?